Привет, друзья! Сегодня мы с вами в немного необычной, непривычной для моего канала локации, а все потому, что уже когда я собиралась снимать видео в комнату, пришел Ваня, улегся на кровать и заявил, что он собирается спать. Когда я ему робко возразила, что я собираюсь снимать видео, он мне ответил, что я могу не стесняться, я ему совершенно не мешаю и могу снять хоть 50 видео, после чего огласил комнату громогласным храпом. Ладно, шучу, Ваня не храпит, к сожалению, потому что я могла бы придумать еще парочку забавных каламбуров на эту тему, но где мои ножницы? Перенести съемку этого видео я никак не могла, потому что у меня здесь 7 кг книг, которые ждут распаковки, и сериал «Роковой патруль», который ждет просмотра, поэтому мне нужно распаковать книги, чтобы, во-первых, утолить свое любопытство, распаковав книжные долгожданные покупки, а, во-вторых, побыстрее освободить день, чтобы можно было предаться ленивому просмотру сериала и валянию на кровати. Так что сейчас я с вами раскрою таинственную коробку. Фух, я это сделала. Открываем коробку. И тут сразу ваши надежды на интересное разнообразное видео просто разбиваются о обложку книги «Харуки мураками», которую вы увидите в количестве, по-моему, 6 штук. Я эти книжные покупки делала в августе, а потому моим организмом всецело управлял вирус под названием «Мураками». Я прочла, кто не знает, его «Кавку на пляже» и «Хроники заводной птицы» и осталась просто очарована, поэтому решила заказать то, чего мне не хватало в его творчестве. Это я папе заказывала. Так, здесь у нас «Норвежский лес», который я читала, мне не понравилось. Я его подарила подруге, а теперь купила снова, чтобы перечитать. Вдруг мне сейчас понравится, когда я уже распробовала мураками. Кстати, интересный факт, книга, которую я вот только-только дочитала, «Сон номер 9» с Дэвида Митчелла, содержит огромное количество отсылок к норвежскому лесу, поэтому я прям порадовалась, что вовремя его заказала, и теперь смогу даже, возможно, в ближайшее время перечитать, пока свежи воспоминания о книге Дэвида Митчелла, и я могу там найти какие-то новые отсылки, которые я не заметила. Мой любимый спутник «Харуки мураками» с этой книгой вообще в далеком-далеком детстве. Началось мое знакомство с автором, мне ее подсунул папа. И, в общем, это была какая-то катастрофа, я уже ничего не помню, кроме какой-то странной же... Возможно, это был спойлер. Ладно, вырежу. Короче говоря, я ничего не помню, кроме этого финала, который, мне кажется, никто после прочтения этой книги уже не способен забыть, даже при огромном-огромном желании. Тоже сейчас хочу ее перечитать, уже сформировать о ней более взрослое, да, зрелое мнение. Что интересно, что это, по-моему, единственная книга мураками, в которой главный герой – женщина, а не мужчина. Здесь у меня еще... Что у меня? Какая у меня еще книга? Это же... А, я все вспомнила, да. Так, в подарочной упаковке из целлофана. Бесцветный Цкуру Тадзаки, один из его последних романов, о котором, кстати, очень хорошие отзывы. Многие о нем лестно отзываются, поэтому я тоже с уверенностью заказала. И два тома «Убийство Командора», его последнего романа. Так что теперь у меня практически все есть из творчества мураками, не считая сборников рассказов, которые я, честно говоря, не очень хочу читать, поэтому буду покупать прям вот уже очень-очень потом. Только вот теперь у меня проблема, куда бы уложить все это богатство. Аккурат, просто поместилось. Просто идеально уместилось. Посмотрите, просто тютелька в тютельку поместились. Еще, правда, осталось два тома «Убийство Командора». Командора, куда бы их... Вот сюда, что ли, вот так? Если сделать вот так, вот так... Я думаю, неплохо выходит. И еще купила папе книгу «Беседы о музыке» с Сейдзи от Завой. Ну и мураками, соответственно. Кто не знает, мураками огромный поклонник джаза. У него прям там огромная рекордная коллекция джазовых пластинок, поэтому он очень хорошо разбирается в музыке. И вот, я так понимаю, эта книга посвящена как раз именно этому его увлечению. Папа тоже любит джаз, поэтому, я думаю, ему будет интересно почитать. Дальше. О-о-о! Дальше «Воображаемый друг» Стивена Чбоски. Не читала «Хорошо быть тихоней», но решила начать знакомство с этой книги, потому что, мне кажется, 700-страничный роман полный жути и ужаса для чтения осенью самое то. Не вдавалось в подробности сюжета, но вроде как здесь о мальчике, который с мамой вроде бы переезжает в новый городок, отправляется погулять в лес, в итоге пропадает там чуть ли не на месяц и возвращается гением из этого леса. И вот, что с ним произошло в лесу, почему он изменился, я так понимаю, здесь будет рассказано. В общем, интересно. Я люблю читать атмосферные книги осенью, поэтому специально себе на какой-то дождливый день заказала это произведение Уту. Тут даже есть лясе. Как все? Серьезно. Дальше. О-о-о! Это прекрасная книга, я надеюсь. Юнос Юносон неграмотная, которая спасла короля и королевство в придачу. Это вторая книга автора «Сто лет и чемодан денег в придачу», которая мне очень понравилась, про столетнего старичка, который сбежал из дома престарелых, и вот путешествовал, нашел чемодан денег, точнее даже не нашел, а, так скажем, забрал у мафиози чемодан денег, и теперь путешествует по Швеции, находит приключения себе на голову, и параллельно мы погружаемся в его прошлое, в котором, как оказалось, вообще в историческом прошлом он отыграл немаленькую роль. Я очень давно хотела прочитать другие книги, ой, уронила, Юноса Юносона даже думала купить их на английском языке, но толщина смущала, вряд ли бы я дошла до такой толстенной книги на английском языке, а если бы и дошла, то это, наверное, было бы последнее, что я в своей жизни прочитала. Поэтому как-то я эту мысль отодвинула на второй план, а здесь в итоге и подоспела его вторая книга про шведского короля. Вот, надеюсь, будет так же весело, безбашенно, сумасшедше и дерзко. Ой, здесь книга переиздания, которой я очень-очень долго ждала, книга, которую я безуспешно искала последних два года, потому что как только она вышла, ее сразу же разобрали стремительно, я даже не успела поразмыслить, надо ли ее покупать или нет. Вот, а когда пришла к выводу, что надо, ее уже не было нигде. Это Тони Моррисон «Возлюбленная». Какая-то такая хиленькая книжка, как будто ее уже 10 раз читали, странно. В общем, здесь говорят очень красивый текст, очень красивый магический реализм, поэтому все-таки чаши весов склонились в сторону купить, несмотря на то, что на противоположной чаше был не самый простой сюжет, о котором, честно говоря, мне не сильно хотелось читать, потому что здесь, я так понимаю, о рабыне чернокожей, которая решает убить свою дочь, чтобы она не стала рабыней, или это цвет пурпурный. Я всегда эти две книги путала между собой, поэтому, возможно, я вам пересказала сюжет книги «Цвет пурпурный», но здесь, я так понимаю, какой-то схожий сюжет о рабстве, об угнетении, да, о несчастьях. Не самая радужная книга для чтения и для, так скажем, хорошего, приятного вечера, но магический реализм все-таки меня переубедил, поэтому буду читать. Дальше вообще неожиданная книга, спорим, вы ее ни у кого не видели, это «Сербская мозаика». Проза современных сербских писателей в переводах Ларисы Савельевой. Лариса Савельева, насколько я там вычитала, переводила, вот, да, «Таких гигантов, как Миллард Павич и Горан Петрович». Это два моих любимейших, не только сербских, но и, в принципе, любимейших писателя, поэтому мне захотелось почитать составленный ею, да, сборник, сборник ее переводов. Возможно, я там найду еще каких-то прям гениев сербской литературы, открою для себя новые имена. Никого из них не знаю, ни о ком из них не слышала, поэтому, конечно, это прям такой кот в мешке, от которого мне немного страшно. Возможно, это будет пустая трата времени, а, возможно, я открою новых любимых писателей, кто знает. Поэтому вот эта интрига, возможно, заставит меня поскорее взять книгу читать. В отличие от знаменитых героев романа Федора Достоевского, сестры Карамазовы, Лили, Бетти и Мэри, совершенно неизвестны, хотя и их жизни могли бы послужить материалом для романа. Любопытно. Осталось всего лишь три книги. Мураками поглотил все мои финансы и все внимание. Дальше тоже довольно неожиданная импульсивная покупка. Это Дино Буцати «Татарская пустыня и загадка старого леса». Я когда-то миллиард лет назад, даже не знаю, каким образом, наткнулась на, вот, по-моему, загадку старого леса Дино Буцати, прочитала и вообще ничего не испытала. Мне показалось, это самая обычная какая-то такая сказка примитивная. В общем, я вообще забыла об этом писателе и об этой книге, пока недавно не увидела у одного буктюбера обзор этой книги с припиской «Итальянский Кавка». Все. Мне этой приписки было достаточно. Я сразу же побежала покупать. Тем более, что блогер такой хороший и довольно серьезный, поэтому он не будет просто какие-то, да, кликбейтные названия делать. Мне стало очень интересно почитать «Итальянского Кавку», поэтому я решила, что опять же прошло время, я набралась опыта, стало чуть-чуть лучше понимать литературу. Можно попытаться переосмыслить и этого писателя. К счастью, здесь «Татарская пустыня» занимает большую часть книги. Дальше. Так как я в последнее время увлеклась современной британской и американской литературой, да, активно читаю Дэвида Митчелла, кого еще, я не знаю, какого-то Роберта Маккамана. В общем, хочу Франзена в ближайшее время прочитать. Я решила пойти по самым громким и ярким именам современной литературы и наверстать упущенное, познакомиться с Майклом Каннингемом и его романом «Часы», за который он получил Пуллицеровскую премию. К счастью, к моменту покупки я уже чуть-чуть больше полюбила «Вирджинию Вулф». У меня уже есть целый ее сборник, который я планирую перечитывать, поэтому, возможно, займусь этим вместе с Майклом Каннингемом, его романом «Часы», потому что, да, здесь одна из сюжетных линий рассказывает о «Вирджинии Вулф». Здесь даже называется «Миссис Дэл Уэй», глава этой книги. И последняя книга «Мо Янь. 41 хлопушка». У меня уже есть книга «Мо Яня» под названием «Лягушки», даже у папы есть книга «Мо Яня», по-моему, там как-то «Большая грудь и маленький зад» или наоборот называется. Я решила купить еще и третью, потому что не смогла устоять здесь. Здесь вот, например, отзыв меня поистине заворожило, как «Мо Янь» выстроил образ целой страны в деталях неприглядной реальности с помощью мифов, иллюзий, историй, похожих больше на вымысел, чем на правду. «41 хлопушка» – масштабный раблезианский роман, после прочтения которого испытаешь почти кататоническое благоговение. Ну ничего себе! Если я не испытаю кататонического благоговения после прочтения этой книги, я уже хотя бы знаю, кому писать с жалобами. Автору этого отзыва Дарья Захарченко, редактору. Как ее открыть? Ого! Ну что, друзья, вот я и познакомила вас со своим 7-килограммовым счастьем. На сентябрь напланировано столько классных новинок, что, скорее всего, эти покупки, следующие покупки не замедлят появиться на канале. Пишите, кто из вас что из этого читал и что вы об этом думаете, что мне стоит читать в первую очередь, что нет. Я вас крепко обнимаю. Спасибо огромное за просмотр. И даже те, кто поставил лайк, получат 17-килограммовое счастье. М-м-м. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok